Друзья, всем привет! Сегодня решил пройтись по известному многим магазину Красное и Белое. Думаю, что почти каждый из вас посещал этот магазин, покупает там пиво, возможно, ходит туда каждый день, возможно, каждую неделю, а возможно, сегодня что-то узнает о нем новое. Значит, сегодня будем тестировать пиво из этого магазина. Что-то я беру регулярно, что-то я буду пирать в первый раз. У меня сегодня на тесте будет 4 пива. Давайте начнем с первого. И первое пиво это у нас Blue Moon Belgian Wheat от одноименной пивоварни Blue Moon, которая в свою очередь является дочерним предприятием компании Coors Brewing Company. Это американская компания, которая в свою очередь входит в холдинг, который называется Molston Coors Beverage Company. Тем не менее, это пиво конкретно вот это вот сварено в Чехии. Давайте попробуем. Ну, это что хочу сказать. Бельгийский вид для многих это любимое пиво. Так называемое бельгийское нефильтрованное белое пиво с кориандром, цедрой, кюрасао и прочим. Ну, вот сейчас я могу видеть по этому пиву какой-то такой, отнюдь, неблагородный цвет. Довольно-таки, я бы сказал, прозрачный. Карбонизация высокая, пенка такая, не очень симпатичная, кстати говоря. Ну, давайте попробуем. Кстати, на запах где-то там есть какая-то цедра апельсина. Да, кстати, в этом пиве при варке использовался цедра апельсина, кориандр и какие-то еще отвечающие стилю добавки. Давай попробовать. Ну, надо сказать, что апельсин читается не очень внятно. Цедра апельсина. Кстати, если в фугардене, в бельгийских видах, используют цедры именно апельсина кюрасао, это такой кисленький апельсинчик, маленький. Это даже не апельсин, а какой-то из его подвидов, какой-то гибрид. И он ложится такой очень приятной, очень деликатной кислинкой, немножко перевешивая этот кориандр и перец, который там есть. Но тут кориандра я не чувствую абсолютно. Цедра апельсина есть, но это очень походит. Это очень походит на такие настойки на цедры, лимон и апельсина. То есть, какая-то выжимка есть, она настолько невнятная, и тело настолько блеклое и неплотное, что, честно сказать, то же самое хугарден, причем местного пошива, будет намного лучше. Лично для меня, чем вот этот вот вид от блюмун. Хотя, кстати, надо сказать, что это пиво я впервые попробовал за границей, и, как правило, его подают с апельсиновой долькой. И вот эта апельсиновая долька дает свежесть, которой не хватает этому пиву. Наверное, так его и нужно потреблять, потому что, сейчас сказать, очень невнятным кажется мне от пиваса. Значит, второе пиво на тесте, это Monastère, я не знаю, как читается, судя по всему, это по-французски, а читательный бельгийский блонд от компании United Dutch Brewing, то есть голландская компания, но, тем не менее, вот это пиво сварено во Франции. Пытается повторить, не знаю, пытается, не пытается, но, тем не менее, повторяет стиль Лёфи, Гринберген, такое что-то бельгийское, монастырское, тропистское. Ну, неплохое оформление, но немножко такое, какое-то, что-то не то, в общем, в нём есть. Что чем-то дешёвеньким, даёт, честно говоря. Ну, давайте попробуем, как оно на вкус. Кстати, самое время поставить лайк. А, цвет золотистый. Приятный, кстати, цвет. Такой он играет под лампой. Приятная пенка. Довольно стойкая, это было такой шапочкой, красивый. А, давайте понюхаем. Ну, запахи, честно говоря, спирт. Спирт, и спирт, и почему-то я почувствовал здесь какие-то краску, типа гуашь. Не знаю почему, странный, странный, честно говоря, запах. Ну, давайте попробуем. Ну, кстати, очень неплохо. Богатый, богатый вкус. Намного богаче, чем обычного лагера или пилснера. Чему способствуют специальные салада и, конечно же, дрожжи, которыми, скорее всего, было сброжено это пиво. Также, что могу ещё почувствовать? Что-то типа сахара, такая карамельность присутствует. Нет, надо сказать, что пиво приятное. Но, честно говоря, классическое лефе или лефе, я не знаю, напишите правильно в комментариях, как нужно читать название. Мне кажется, каким-то более сбалансированным, что ли. То ли, более богатым на вкус, более глубокий вкус. Вот это пиво какое-то, что-то в нём есть от блондов, но очень поверхностное, опять же. То есть, пьётся как лагерок с таким привкусом сахарным. Чуть-чуть там сладковатое такое. Ну, при этом баланс, конечно, соблюдён. Тут, кстати, алкоголя. Сейчас скажу, сколько. Алкоголь здесь 6,5. Ну, кстати, хорошо скрыт. Реально, вот в запахе какая-то спиртоза здесь присутствует. Но, честно сказать, во вкусе абсолютно нет. Неплохо. Я взял такое пиво себе. По стоимости что-то оно, по-моему, в районе 80 или 90 рублей стоит. То есть, не очень дорого. Соизмеримо со стоимостью Лёффе. Но, как правило, Лёффе, по-моему, в красно-белом поставляется в банках 0,3. А здесь вот полноценно 0,5. Короче, вот этому пиву я бы поставил, наверное, четвёрку. А Блюмун я бы поставил, я думаю, не знаю, двоечку, два с половиной из пяти. Вот. Ну что, давайте пойдём дальше. Итак, значит, третье пиво, которое мы сегодня будем тестировать с вами, это Уит Пэл Эль. Насколько я понял, целиком этот сорт считается так. Хоуп Райдер. Уит Пэл Эль. Ист Кинг. Такая вот макака нарисована. Давайте пробовать. Ну, небольшой спойлер, вот это пиво я себе беру, очень часто мне оно нравится, потому что за 49 рублей вы получаете и плотнотелый такой, такую пшеничку, очень приятно охмерённую. Я, кстати, не знаю, что здесь из хмели. Но они дают реально аромат, причём аромат очень приятный, грамотный, сбалансированный. Офигенная пенка, карбонизация, ну, в принципе, как и во всём этом пиве присутствует. То есть во вкусе пшеничные солода, преобладают солодовая составляющая, но хмели здесь тоже чувствуются, они где-то играют на послевкусие и в целом дают пиву приятный оттенок. Вот это пиво тоже могу писать, но цена-качество, как мне кажется, офигенно. То есть, если вы не любите чего-то такого очень сильно охмелённого или при этом предпочитаете пшеничные сорта пива, такие францисканер или пау-лайнер, но вы не против вот этой хмелевой горчинки, хмелевого аромата, очень небольшой хмелевой горчинки, тогда вам пиво это точно зайдёт. Единственное, из минусов, несколько водянистое тело, не такое плотное, как хотелось, не такое плотное, как у какого-нибудь пау-лайнера. Такая пшеничка, я бы сказал, среднего уровня, но вкупе с этими хмелями даёт интересный очень оттенок. Очень котирую. Вот этому пиву я бы, наверное, поставил 4,5 из 5. Ну, естественно, если мы берём единицы, это пиво, которое невозможно пить, а пятёрка – это хороший импорт. 4,5 вполне себе. 49 рублей. Советую. Ну и четвёртое пиво на сегодня. Это Негра Монделло от пивоварни Монделло. Насколько я понимаю, это мексиканская пивоварня. Вот это пиво я не пробовал. Ну, насколько я понимаю, что в бутылке меня ждёт дункель, ну или же тёмный лагер. Естественно, с кукурузой. Ну, как и любом мексиканском пиве. Давайте нальём, попробуем. Видим невнятный такой кока-кольный цвет. Какой-то даже не дункель по цвету. Это реально какая-то жидкая кока-кола на цвет, как мне кажется. С излишней карбонизацией. По запаху, ну это опять же, какие-то карамельные салада, какая-то жжёночка, где-то жжёный сахар, где-то чернослив. Ну, вот эти вот оттенки присущи специальным карамельным саладам. Насколько я понимаю, здесь какие-то немецкие салада использованы, кукуруза и что-то ещё из добавок, которые обычно кладут мексиканцы в свои пивасы под типу короны. Ну, кстати, что-то от дюнгеля здесь есть. Опять же, что-то очень разбавленное, невнятное. Где-то есть сахарок, чернослив. Ну, реально, вот по мне, так это такое пойло. То есть, человеку надоело пить стандартные лагеры, ему нравится корона, он такой хочет тёмниковый пиваса, и может взять вот эту бутылочку. На самом деле, наслаждения он не испытает. Никакого особенного. То есть, всяко лучше взять, я думаю, даже какого-нибудь чёрного козла, какого-нибудь крышовица местного разлива за те же деньги. Кстати, стоимость, по-моему, что-то в районе 70 рублей. Это 0,33 баночка. Красивая баночка, такая симпатичная, 0,33. То есть, удобно где-нибудь на каком-нибудь пикничке вот так взять в руку, стоять, попивать и пивко на жаре. Но только что потерять жару, потому что никаких вкусо-ароматических особенных свойств у этого пива, конечно, нет. К мере отсутствует, невнятное тело. Что-то такого вот копчёного или же карамельного тоже не присутствует, очень отчасти. То есть, довольно посредственное пиво, вот двоечку я бы им поставил, с шашлычком потянет ли это, а так вот, ну, не стоит покупать. Не стоит оно вашего внимания. Что, ребята, мы оттестировали 4 пива из красного и белого. Мне больше всего зашёл, наверное, вот это вот монастырье, блонд монастырье. Напишите, опять же, как правильно читается. Довольно достойное пиво за свои деньги, как я считаю. И также вот этот вид пл. эль из кинг от хопрайдер. Тоже себе беру. 49 рублей, очень хорош. Наверное, вот действительно, единственное, единственные два сорта, достойное внимания. Лично моего в магазине красное и белое. Ну, помимо, конечно, какой-нибудь Волковской пиаварни, что является классикой. Бессменной, естественно. Что касается вот этого Негра Мандела, ну, отстой полный, на мой взгляд. Блюмун тоже не порадует любителей данного стиля. Уж лучше взять Хукгарден, который, кстати, стоит с измеримых денег. По-моему, даже дешевле стоит красно-белым, что тут Блюмун. Вот. Смотрите сами, пейте хорошее пиво, подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, если вам понравилось, ставьте колокольчик, все дела. И до следующего видео. Пока!